Кто-кто, но Карим Хан должен быть выдвинут лауреатом Нобелевскую премию мира. Мне кажется, он должен быть в этом списке, потому что, что это, если не стремление к миру? Когда, допустим, Россия бьет по больнице в Украине, никто с этим не спорит, все называют это военным преступлением. Но когда Израиль наносит, например, удар по больнице в Газе, то здесь вот ровно эти же люди начинают нам рассказывать историю, начиная с 7 октября. Это как обязательное, знаете, такое правило у кадыровцев, когда они что-то должны сказать о Чечне, они должны начать с Ахмата Кадырова, похвалить его, соболезнования, упомянуть обязательно референдум, конституцию принятую, потом мать Кадырова, потом самого Кадырова, детей, и только после этого о чем-то говорить по существу. Вот так же и здесь происходит. Мы видим на телеканале Дождь. Давайте сразу же начнем, наверное, с главной темы этой недели. А для меня главной темой этой недели стал вовсе не орешник, не удар баллистическими ракетами по Украине, межконтинентальными, как изначально было заявлено. Но потом это было опровергнуто и сказали, что это ракеты средней дальности, то по сути не меняет, конечно, масштаба произошедшего. Но для меня главной новостью уходящей недели стала выдача ордеров на арест в отношении премьер-министра Израиля Бениамина Нитаняху и бывшего, уже бывшего министра обороны Иоава Галанта. Это, по-моему, так его имя. В общем, ну и какой-то еще деятель из Хамас, про которого Израиль утверждает, что они его убили еще в прошлом году, но на него тоже выдан ордер на арест. Не знаю, видимо, Международный уголовный суд считает, ну не доверяет информации о его ликвидации. И почему эта новость, на мой взгляд, она, по крайней мере, для меня, почему она стала главной на этой неделе? Во-первых, реакция. Конечно, это вообще отдельная история. Наблюдать за тем, как те же самые люди, которые, ну прям восхваляли МУС, Международный уголовный суд, будем дальше называть его просто МУС, значит, восхваляли его и конкретно прокурора Карим Хана за то, что он выдал ордер на арест Владимира Путина, ровно эти же самые люди сейчас стали критиковать и конкретно Карим Хана, и вообще сам Институт Международного уголовного суда, как якобы нелегитимный, не имеющий какого-либо смысла. И обычно об этом говорят в таком, ну выстраивают такую линейку, вот, мол, ООН, вот, значит, еще какие-то называются международные институты, которые на взгляд этих людей критикующих, ну, сторонников Израиля, на их взгляд эти все институты не имеют в общем смысл, то, для чего они создавались, они не оправдали, мол, эти надежды. И вот МУС тоже этот список они включают. Ну, бомбит у людей, очень серьезно бомбит за то, что, видите ли, как мог Международный уголовный суд, назвать военные преступления военными преступлениями, как он мог военных преступников назвать военными преступниками, выдвинуть в отношении них обвинения и объявить их в розыск, выдать ордера на арест, как он мог себе это позволить, когда речь идет не о Путине, не о ком-либо еще, а когда речь идет о Израиле и ее руководстве. Я хочу, конечно же, в первую очередь не согласиться с тем, чтобы МУС ставили в один ряд и говорили, что, мол, не потеряли смысл, они, значит, не выполнили те надежды, с которыми этот институт создавался. На мой взгляд, по-моему, это единственный пока такой институт, который нельзя обвинить в том, что он не выполнил какие-то свои обязательства, что он где-то был непоследователен, как раз-таки неуклонно они следуют четко своему обязанностям, своим регламентам, должностным своим обязанностям. Прокуроры выполняют свои функции, судьи выполняют свои функции. У них нет спецназа, грубо говоря, свата какого-то, у них нет своей собственной разведки, своего интерпола, у них ничего подобного нет. Это просто юристы-международники, у которых есть их правила, их законы, их то, чем они руководствуются. И они неуклонно пока руководствуются этими нормативными актами. На мой взгляд, это наоборот та организация, которая показала, что они не следуют каким-то двойным стандартам. Когда, допустим, Россия бьет по больнице в Украине, но это и есть, по сути, военное преступление, и никто со стороны либеральных медиа, оппозиционных каких-то деятелей, российских, украинских, украинские деятели, украинские медиа, никто с этим не спорит. Все называют это военным преступлением. Но когда Израиль наносит, например, удар по больнице в Газе, то здесь вот ровно эти же люди, называвшие военным преступлением удар по больнице в Украине, начинают нам рассказывать историю, начиная с 7 октября. Это как обязательное, знаете, такое правило, как у Кадырова, у Кадыровцев, когда они что-то должны сказать о Чечне, они должны начать с Ахмата Кадырова, похвалить его, соболезнования, упомянуть обязательно референдум, Конституцию принятую, потом мать Кадырова, потом самого Кадырова, детей, и только после этого о чем-то говорить по существу. Вот так же и здесь происходит. Мы видим на телеканале «Дождь» журналисты телеканала «Дождь», которые с 7 октября превратились в тот же телеканал «Россия», только уже произраильский. Некоторые журналисты из телеканала «Дождь» превратились ровно в такого же «Соловьева». Только тот является пропагандистом российским, эти являются пропагандистами израильским. Так вот, МУС как раз-таки показывает, что им нет разницы, кто совершает военные преступления. Если Россия совершает, то военные преступники сразу принимаются меры, те меры, которые входят в функции Международного главного суда. Понятно, да, они не могут поехать и задержать Путина, они могут задержать не на них, но они могут назвать военные преступления таковым, они могут преступников назвать военными преступниками, выдать ордер, а дальше, как это будет исполняться, то есть те страны, которые создавали этот институт, насколько они готовы теперь следовать своим же принципам, это уже их ответственность, а не МУСа. МУС и конкретно этот Карим Хан и судьи, поддержавшие этот ордер и выдавшие, по сути, этот ордер на арест, они все следовали своим должностным инструкциям, они как раз показали отсутствие двойных стандартов. И здесь нужно отметить, что конкретно этот Карим Хан, он, по сути, берет на себя весь этот огонь, потому что его имя стоит за этим ордером, несмотря на то, что без одобрения судей, конечно, он не может его выдать, то есть судьи должны подтвердить его, после этого он вступает в силу. Но, тем не менее, инициатор этого является этот Карим Хан, и поэтому вся атака идет на него. И атака это очень серьезная. Там не просто Израиль этим недоволен, а в Соединенные Штаты Америки Байден лично выражает негодование по поводу этого ордера. Вы представляете, под каким давлением он находится? Плюс там в отношении него уже возбуждено какое-то следствие, что он что-то там, насилие какое-то применял. И вот, несмотря на все это, он выполняет свои обязанности, суд выполняет свои обязанности, и это, на мой взгляд, это достойное уважение. И мне кажется, кто-кто, но Карим Хан должен быть выдвинут лауреатом Нобелевскую премию мира. Мне кажется, он должен быть в этом списке, потому что, что это, если не стремление к миру, когда военных преступников преследуют, когда их пытаются наказать, когда выдаются ордера на их арест, несмотря на последствия, на колоссальное давление. Если человек все равно выполняет свои обязанности, во-моему, это достойно того, чтобы он был отмечен. Другое дело, кто будет это выполнять? Несмотря на то, что многие европейские страны уже высказали, сказали, что они обязаны выполнять. Если Нитаниаху появится на территории этих стран, то они исполнят. Но я не могу себе представить, чтобы, например, Германия арестовала Нитаниаху. Я просто не могу себе это представить. Премьер Венгрии уже заявил, что он приглашает Нитаниаху, и он исполнять этого не будет. Германия этого не сказала, но опять-таки я себе не представляю, чтобы Нитаниаху был арестован в Германии. Однако, я думаю, и сам Нитаниаху не станет, конечно, посещать эти страны. Во-первых, это и риски все-таки для него. Во-вторых, подставлять он не захочет эти страны. Поэтому, в любом случае, я считаю, что сам факт того, что военные преступления зафиксированы, они таковыми названы, военные преступники также квалифицированы, как военные преступники, на их арест выданы ордера. Я считаю, что это очень крутая работа международного уголовного суда. Субтитры создавал DimaTorzok